Ясно, что шансы мои на выигрыш, как иначе, сводились в нулю, если можно говорить о шансах на выигрыш, пишите 5-2. В то время как Карф мог спокойнее играть на выигрыш, оставшиеся 8 партий, зная, что 4-то он не проиграет из 8 никогда. Я, конечно, сказал, что я не совсем понимаю. Вот, видимо, здесь я должен честно каяться, я всегда привык отвечать за свои ошибки. И, наверное, в тот момент я допустил ошибку. Я не думаю, что она такая большая, но вдохновленный этими разговорами, я понял, что матч-то я не проиграл, если начались такие разговоры. Вдохновленный тем, что предлагаете, я сказал, а чего вы кончаете? Если вы хотите кончать, вы кончаете сразу. Потому что если человек не может говорить шестую партию, то о чем говорить? Вот этого говорить в этот момент, конечно, не следовало. Правда, с некоторым опозданием этот совет Компоманас использовал, но не о сквенной ситуации. В тот момент мне сказали, что, о, раз в принципе человек на переговоры согласен, то могут прислать бумагу. Компоманас, правда, здесь не было, он улетел. И что еще раз показывает, что все было не так серьезно. Он улетел в Дюбай договариваться об Олимпиаде следующей, шахматной. И, естественно, в этот момент все переговоры должны были затухнуть, потому что Компоманас все-таки президент Фидеи что-то мог делать. Но, тем не менее, они продолжались, и мне прислали предложения, которые хочу сказать вам еще раз. Хотя говорил о них неоднократно, потому что сейчас, по окончанию матча реванша, они звучат особенно впечатляюще. Итак, те предложения, которые были привезены мне 4 февраля, представителем мобилиционного комитета, господином Кинцелем из западного Берлина. И который меня настоятельно уговаривал принять главный судья матча, гроссмейстер Глигорьевич из Югославии. Итак, предложение первое. Каспаров признает себя побежденным. Номер один. Продолжение второе. Следующий матч на первенстве мира играется в сентябре, играется с 24 партий. И в случае, если Каспаров выигрывает матч с перевесом в 3 очка или менее, он становится чемпионом мира до 1 января 1986 года, потом возвращается в претендентский цикл и снова играет претендентом, а Карпов получает звание обратно. Потому что по сумме двух матчей Каспаров не доказал превосходство над Карпом. Если же Каспаров выигрывает матч с перевесом в 4 очка или более, ну, очень реальная возможность из 24 партий. Так вот, в этом случае Каспаров становится чемпионом мира, но обязуется защищать свое звание в тройном матче-турнире между победителем турнира претендентов и Анатолием Карповым. Итак, об этом не мог мечтать даже Фишер. Моя реакция была самой естественной. Я сказал, что ни о чем говорить с Кинцелем не хочу. На что Кинцелем я сказал, что Фиде протестует, Фиде категорически против любых сепаратных переговоров между участниками. Только под эгидой Фиде. Я сказал, пожалуйста, под эгидой Фиде в гостинице «Спорт». В этом моменте нас выгнали из колонного зала, надоело. Ну, много времени мы его занимали, и никак матч у него кончится все-таки, это же тоже неправильно. Так вот, нас попросили, мы долго переезжали. Как раз это время переезда было, там освободилось время до дискуссий. Так вот, во время этого недельного переезда из одного зала в другой, все это происходило, и я сказал Кинцулю, что, пожалуйста, 6-го числа в гостинице «Спорт», под эгидой Фиде, за шахматным столиком, я вполне могу ставить Карповым 48-ю партию. Все будет законно, и никто никуда ходить не будет. Так мы и сыграли. 48-я партия тоже выиграл. Причем выиграл партию очень хорошую. И не понимаю, почему она, в общем-то, оценивается так уже пессимистически. Если в 47-й Карпов, конечно, играл слабо, то в 48-й, вот, кроме, вот, пожалуй, хода Ферзь-Д7 в дебюте, дальше я ошибок за Карповым так не видел сразу. Мне удалось сыграть одну из лучших своих партий с моей карьерой. И в матче, ну, думаю, что матч она была, скажем, одной из лучших, так скромно скажем. Я очень доволен ей. Удалось действительно сделать все уже. И Карпову, несмотря на некоторые неточности мои уже в конце, но выигрыш не выпускающий, ему спастись не удалось. А та обещанная ничья, которая якобы где-то была при доигрывании, она так показана миру и не была. Ну, обещанная ничья. В принципе, это, кстати, тоже метод тот весьма своеобразный. Потом в следующем матче все регулярно говорят о выигрыше 24-й партии, о двух местах, где Карпов мог выиграть. Правда, от публичной дискуссии между нашими секундантами, между Никитиным и Зайцевым, в общем-то, пришлось отказаться. В причине того, что один представил вариант, а второй только устный ответ. Так что подобные дискуссии не должны решаться только за шахматной доской, в плане того, что, ну, демонстрационной даже доской, мы анализируем, вы анализируете, расскажите, где вы что знаете. Тут, к счастью, есть какой-то конкретный критерий. Но, тем не менее, значит, партия кончилась, и потом, ну, потом компоманс пролетел в Москву, и матч закрыл. Мы не будем опять даваться, как он закрывал, что он говорил. Как 13-го числа он размахивал письмом подписанным бывшим представителем нашей федерации, товарищем Севастьяновым, в котором говорил, что участники устали, матч надо прекратить на три месяца, а потом возобновить при прежнем счете. Ну, что очень спортивное представление. И что в 1976 году Карпов с Фишером договаривались о матче, кстати, да, договаривались о матче, предусматривали после четырех месяцев борьбы перерыв, а потом продолжение. Вот, я сразу поинтересовался, является ли это матч 1976 года. Это матч, по-моему, неофициальный, это частный договор между двумя лицами, и к правилам Феды никакого касательства не имеет. В правилах Феды ничего об этом сказано не было, только как в правилах Феды было четко указано в пункте 6.32, что матч можно закончить только по двум параметрам. Ну, либо один выиграет 6 партий, либо, если один не встанет играть дальше, он матч проигрывает. Так вот, это было в правилах, и что бы ни было написано в правилах другой, надо было продержать эти двух критериев, потому что использовать один пункт правил против другого, по меньшей мере, нелепо, а по большому счету, беззаконно. Но, тем не менее, 15 февраля господин президент благополучно объявил об окончании матча. Итак, решение, о котором он объявил, оно, как он очень мудро выразился, носило обоюдно неприемлемый характер. В этом был высший смысл решения. Видимо, увидев меня сидящим в зале, где-то в районе 20-го ряда, он все-таки не рискнул объявлять о перерыве матча на 3 месяца, понимая, что под дулами телевизоров, как говорится, я могу, в общем-то, и выразить с ним несогласие. По этой причине Камбамана сказал только о прекращении матча, начале с учетом 0-0. Рискну предположить, что не совсем это обсуждалось, потому что Карпов буквально через 40 минут тоже высказал свое несогласие. В итоге, надо сказать, что в целом, конечно, для репутации Карпова этот матч, такое завершение матча, оно было трагичным. Могу смело говорить. Я не знаю, что точно хотел Карпов в тот момент. Думаю, что ему очень не хотелось продолжать матч, безусловно, потому что вряд ли он чувствовал себя достаточно силу, чтобы выиграть партию. Хотя в своей книжке, которая называется «50 миниатюр чемпионов мира», так вот в этой книжке Карпов пишет о том, что 6-я боя была не за горами, что он в Баде тоже проиграл, конечно, ему 3 партии. Но ситуация была несколько иной. Там он проиграл, выиграл в 27-ю, проиграл 3 подряд, и потом выиграл в 32-ю. Здесь он не выиграл в течение 2,5 месяцев. И непонятно было, почему он должен выиграть так вот по заказу следующую, 6-ю. Во время как игра у меня шла, и перевес был явно на моей стороне. Но опять оставим это в стороне. Скажем только, что итог матча был совсем не ясен. В момент закрытия я оценивал свои шансы процентов в 30. Сейчас думаю, что они были немного больше. Но даже если мы возьмем за основание цифру 30%, в одну треть, то все равно впервые за 5 месяцев борьбы у меня появились шансы. А 30% это все-таки шансы, реальные шансы выиграть матч. До этого у меня их не было. И, конечно, вот этого, допускать даже вероятности поражения, конечно, Карпову не хотелось. Но убежден, что не он был инициатором того, что матч закрывался. Я думаю, те, кто помнил Багио, в первую очередь Севастьянов, не хотели видеть того, что может произойти. А помогло произвести все, что угодно. Во всяком случае, Каспар уже мог выиграть матч. И вот именно, я думаю, им принадлежит та инициатива, которая в итоге привела к резкому падению авторитета Карпова во всем мире. Однако, забежим еще вперед. Забежим в Дюбай. Забежим на выборы президента сейчас. Так вот, одним из первых пунктов величайших достижений Кампоманеса, величайших достижений за годового президентства является 15 февраля закрытие матча на первенство мира. Хотя, совершенно ясно, что один из участников категорически всегда был против, и второй тоже говорил, что это подорвал его репутацию. Но, тем не менее, именно это включено Кампоманесом в список своих выдающихся достижений. Ну, конечно, где-то это смешно, но, тем не менее, это правда. Так было, так есть. И сейчас забыть об этом мы опять не можем. Но главное, что произошло потом, что произошло после 15 февраля, что было дальше. Матч закрыт, но ведь надо же что-то сделать. Матч, конечно, закрыт со счетом 5-3, но закрыт без объявления победителя. Закрыт без конечного результата, хотя результат у матча был. У меня отняли 15 коэффициентов его карпа и его прибавили. В принципе, значения это, конечно, не имеет, но тем не менее, результат конкретный все-таки имелся. Но надо было решать, как жить дальше, как нам существовать, что нам делать. Кампоманес предложил матч из 24 партий со счета 0-0. Ну, строго говоря, конечно, если мы бы жили лет через 50 и прочли бы бумаги, то мы были бы возмущены таким хамским отношением по отношению к Карпову. Естественно, конечно, 5-3, 2 очка фора, а тут заставляют играть со счетом 0-0. Ну, оправданием, что ли, мне может служить тот факт, что я не подписывал этот, а только подчинился, просто уйдя из комнаты, в то время как Карпов этот документ подписал. Хотя, конечно, потом, видимо, сообразил, что сделал большую глупость. Вот. Ну, конечно, можно было не подчиняться, хотя я думаю, что мое согласие тут не имело никакого значения. Я мог уйти, мог прийти, мог сказать, мог выступить. Но я ушел, Карпов остался чемпионом мира. В принципе, все логично, он выигрывал матч, матч он не проиграл. Но, тем не менее, все-таки звание это не, скажем, ярлык, скажем, какой-то, который наклеивается и держится какой-то промежуток времени, а его все-таки надо периодически подтверждать, то есть своего рода знак качества. Вот. И в тот момент он этого не сделал. И мне было, честно, удивительно, что звание, ну, хорошо, я могу это понять. Ясно, что я у него не выиграл. Пусть будем считать, что это справедливо. Вот. Будем считать. Но далее, всегда стало перед ним такой тяжелой проблемой, все-таки что же делать. Во-первых, весь шахматный мир был недоволен этим решением. Вот. В принципе, правда, нашлось 12 человек, которые все-таки это решение одобрили, дюжина. Вот. По совершенно случайному совпадению все эти люди сидели в исполкоме Фиде. Вот. По этой причине все это прошло. И Конгресс, в общем-то, которому в целом наплевать, что там играет Каспаро с Карповым, вот, он тоже подмахнул это. Но, тем не менее, дальше, что же должно было произойти потом? И Конгресс Фиде все-таки вынес какое-то решение в соответствии с будущим духом реформ. Вот. Но все-таки, говоря еще о 15 февраля, надо просто добавить некоторые нюансы. Так вот, основа решения президента, ну, решения абсолютно беззаконного, на пресс-конференции он не мог ответить ни на один вопрос, который мы задавали. Так вот, в основе этого решения лежала достаточно простая вещь о том, о гуманности, о здоровье, о прочее, прочее, прочее. Хотя тот же Камбоманос выступал за двухлетний цикл, за безлимитный матч и за безлимитный матч-реванш. В рамках двухлетнего цикла. Я думаю, что если сосчитать все это, то получится больше, чем мы сыграли в тот момент с Керпу. Но, тем не менее, как говорится, наступил момент, когда можно и поменяться. Конечно, трудно было что-то протестовать, что-то говорить. Конечно, и такое решение проблемы, матч, со счета 0-0, меня должен был устраивать не в силу того, что это было очень хорошо в тот момент, а в силу того, что опять мне предоставило шанс доказать, что я играю сильнее в нормальных условиях. Однако, одного я понять не мог. Предоставление права на матч-реванш Карпу снова. То есть, по существу, речь шла, если бы я выиграл, о третьем матче. Конечно, строго говоря, по правилам, соответствии с ними, право на матч-реванш осталось в прошлом цикле, и поэтому он должен был сохранить. Однако, Карпу в матче 1985 года получает еще и ничью вперед. То есть, вторую привилегию, ту, от которой было отказано в безлимитных матчах. Так вот, получается, что Карпу располагал двумя привилегиями. То есть, тем, что было только у Ботвинника много-много лет назад, и то, что было забраковано в 1961 году окончательно, и, в принципе, то, что было забраковано в середине 70-х. То есть, чемпиону мира давалось только одно преимущество. Нет, было два. Было два, ничья вперед, и матч-реванш. То есть, по существу, тут уже, я думаю, что такого даже Фишер вообразить не мог. И, в принципе, говорить о какой-либо справедливости было нелепо. Но тут Фиде принял еще дополнительное решение об отмене матча-реванша в будущем. То есть, по существу, это право матч-реванша называлось именным. Именным. Оно давалось только одному человеку. Ну, сами понимаете. Мне, безусловно, что-либо подобное мне не нравилось. Я, конечно, говорил, что это неправильно, что это беззаконно, что, в общем-то, можно послушать меня. Все-таки я, хоть и не чемпион мира, но человек, который этот матч на первенстве мира не проиграл. Скажем, по Кампоманасу сыграл в ничью. Все-таки хоть где-то надо учитывать мои пожелания. Нет. В данном случае это было необязательным. И формулировки, типа, чемпион мира будет играть только в Москве, они оказывались основополагающими. В тот момент все было сделано так, как надо. Но тут я уже сообразил, что надо выиграть матч. И как следует к нему подготовиться. Тем более, что меня успокаивали в разговоры спортивного начальства, что, ну, Карпов-то чемпион мира. Ну, будешь чемпионом мира? Ну, тогда вот, тогда и будешь. Ну, это меня, честно говоря, согрело. Я никогда не собираю, я никогда не думал и не делаю это сейчас, не буду делать, а использую свое звание для получения каких-то дополнительных привилегий. Я считаю, что то, что, как говорится, та ничья вперед, которая дает чемпиону мира, ее достаточно. Если играешь сильно, выиграешь матч из 24 партий. Но, тем не менее, в тот момент, когда все-таки это было очень приятно, это согревало и думал о том, что вот, выиграешь матч из 24 партий, и потом, потом будет полный порядок и спокойствие. Вот, вот это, это те иллюзии, о которых я говорил в самом начале. Я собрался, я, в общем, начал готовиться тщательно. Я сыграл два тренировочных матча с Хюбнером и с Андерсеном. Вот, Карпов тоже сыграл в одном турнире, выиграл его очень хорошо. Ясно было, что он находится в хорошей форме. Безусловно, матч был бы для меня нелегким. Хотя, кроме этого матча, опять, события развивались, я говорю, параллельно, это наша традиция. Одни идут на шахматы на доске, вторые идут параллельно. К счастью, на этот раз параллельные события кончились для меня благополучно. Я сумел выйти на старт второго матча. Вот, это уже было большой моральной победой, вот, которая в итоге стала победой шахматной. Это не шутка, суметь выйти на старт такого матча нелегко, можете мне поверить. Вот, кроме того, на этот раз я был уже готов лучшей Карпова. Лучшей, потому что все-таки итог первого матча Карпов оценил не совсем правильно. Он все-таки считал, убежден был, что конец матча, может, усталость, может, случайность, но он не выиграл партии. Все остальное у него лучше. Но, все-таки, 48 партий, это была школа, которую я все-таки внимательно изучил потом. Чего я смею думать, Карпов не сделал. И к концу матча уже анализ показывал, что все-таки, даже в каких-то уже определившихся позициях, Карпову не удавалось добиваться того преимущества, какое было в начале. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ